Всем привет! Сейчас вам расскажу мои покупочки Эйвен очередные. Дам на некоторые отзывы. Так, первое. Это вот новиночка такая. Это пена для ванны. Называется Цветущая Сакура. Кто не любит такие сильные ароматы, вот он как раз такой нежный-нежный, еле уловимый запах цветочков в кустах ароматных. Шампунь. Нет, это бальзам. А вот еще шампунь есть. Это заказала моя дочь. Дисциплина волос. Она заказывала такие маленькие шампуни. Это уже 200 мл, это уже 400 мл пользовалась. И заказала такие же опять. Но если заказала второй раз, значит понравилось. Я не спрашивала в принципе. Но если заказала, наверное, нравятся такие. Следующее. Это дезодорант спрей для ног. Технологии нейтрализации запаха. Это я мужу заказала. И еще дочка заказала тоже для ног. Дезодорирующий спрей для ног с ароматом лаванны. Но я так поняла, что это устраняет запах. А это просто как дезодорант для ног. Вот. Ну я их двоих спросила. Говорю, ну как, отзыв мне скажите. Мне надо рассказать про это. Они оба сказали, нормально. Это весь отзыв. Ну значит не отлично, неплохо, нормально у них. Больше ничего сказать не могу. Сама не пользовалась. Так. Заказали. Вот Лере. Я младшей дочери заказала ножнички и пилочки. Ой, что могу сказать про ножницы. Ножницы. Вот они красиво так смотрятся. Розненькие такие. Лере, конечно, понравилось. Вот именно, наверное, для детей. Вот они прямо для детей. Во-первых, у них маленькие вот тут, как дырочки назвать. Вот я уже большой палец еле впихиваю. Если вот у кого прям толстый палец, точно не впихнёте. Но этот ещё нормально, а вот большой еле впихивается. Вот прям они крошечные. И ещё что в них минус. Они, ну они стригут, да, нормально стригут. Но они тугие. Вот они прямо вот еле, вот Лере тяжело. Вот и стричь, например, и, ну, короче, тугие они. Вот я не знаю, может они разработаются со временем. Ну вот прям вот тяжело они открываются. Вот неудобно, когда ножницы стригут. Тем более, когда ребёнка стригут, приходится мне. Вот. Ну, я бы, наверное, не советовала такие ножницы. И пилочки. Ну, пилочки я не пользовался. Тут одна пилочка в наборе, а вторая, вот, полировка, да, полировать, по-моему, ногти. Тоже Лере купил, чтобы она ухаживала за своими ногтями. Не заставишь ногти стричь. А так вот стрижёт, теперь и пилит. Вот. Для детей нормально купить, да. Что ещё? Ещё купил муж мне. Хочу бритву электрическую. Хочу бритву. Вот я ему показала. Я говорю, ты же никогда в жизни не брил с электрической бритвой. А что, у всех есть, а у меня нет? Я говорю, ладно, куплю тебе, закажу в Эйвене. Но я, если, говорю, бриться не будешь. Заказала. Вот ещё в наборе кисточка. Такой коробочке приходится, инструкции там. Ну, что я про неё могу сказать? Во-первых, у меня муж, когда её увидел, сразу сказал, а что, она не на аккумуляторе или не на проводе, на простых батарейках? Я говорю, я откуда знаю? Говорю, не мог сразу спросить, на чём она. Я первый раз в жизни её вижу. Купила и всё. Я говорю, нет, простые батарейки. Вот мой на джазер. Сунули. Говорят, это сколько ж мне батареек надо? Сразу говорю, у меня у мужа щетина такая толстая, такая, ну, не пушок такой детский. Нормально, её тяжело пробрить. Ну, вот надо было сфоткать, это, снять, как мы мучились. Но сначала он начал брить. Во-первых, говорят, у меня вся морда болит. Я знаю, может, мы неправильно пользуемся. Может, чем-то смазать сначала надо. Может, как-то распарить сначала кожу надо было. Не знаю, кто знает, скажите, какие пользуются. Может, мы неправильно пользовались. Ну, короче, мы на сухую. Ничего не распариваю. Он начал брить. Начал брить. Во-первых, он начал орать. Это, у меня всё тянет, всё больно, короче. Я говорю, ну, больно, потерпи. Может, потом зато, ну, не так, не так быстро расти она будет. Потому что, когда он обычно бритва бреет, на второй день у него уже опять щетина. Вот. А у них на работе наказывают. То есть, он не бритый, и всё, 500 рублей в штраф. Ладно. Я почитала инструкцию. Там написано, что надо кожу натягивать, а потом уже брить. Я говорю, давай я тебя. Короче, он что-то тут побрил, тут побрил, тут не побрил. Короче, у него тоже непонятно что. Я говорю, давай я тебя побрею. Короче, я взяла так, натягиваю, брею. Ну, короче, пофиг. Всё равно это... Вот такое... Тут ещё главное написано. Гладкое бритьё. Там было в рекламе написано. Гладкое бритьё. Всё равно вот так вот трогаешь, вот ощущаются эти... Ну, волоски. Я не знаю. Короче, ну, короче, нам не понравилось. То ли мы не так делали что-то, то ли вот такая бритва. То ли он не умеет... То ли у него такая щетина, потому что не берёт эта бритва. Вот. Так что, не знаю. Ну, я ему сказала, будешь ехать там в отпуске где-нибудь. Он тебе сказал, я в отпуске вообще не бреюсь. Вот. Ну, я... Вот как для нас, я бы не советовала и зря купила, называется. Я так и знала. Я так и знала, что так и всё произойдёт. Что ему не понравится, хотя он выпрашивает и всё. Может, какая-то дорогая бритва ему подошла бы? Может, они чем-то отличаются? Ну, вот так вот. Отзыв вам дала. Так. Ну, теперь я хочу рассказать про декоративную косметику. Я немножко купила. А это я купила две туши. Одна вот пять в одном, да, или как она называется. И вторая вот тоже какая-то новиночка у нас. И... Не знаю, как она вообще называется. Ну, такая вот. В такой коробочке. Вот такая тушь. Старшая дочь уже красилась ими. Я её спросила, ну как? Она сказала, ничего не поняла. Нет, для меня всё одинаково. Но она красилась по очереди. Один день одно, другой день другой. А я сейчас хочу... Я ни разу ещё ими не красилась. Проэкспериментировать и покрасить. Один глаз одной тушью, а другой глаз другой тушью. И сравнить. Так, я ещё купила вот такой вот консилер. Новиночка. Тру. Тоже новый вышел. Это цвет у меня светлый, нейтральный. Вот. Сейчас я им тоже при вас намажусь. И посмотрим, что получится. И ещё хотела про тушь сказать. Это я не сейчас покупала. Это я купила, ну, уже давно. Ну, а, нет, это вообще мне, по-моему, это прислали на лёгкий старт. Но этой туши всегда пользовались, пользуются, заказывают много клиентов. Я думаю, ну, хорошие, наверное, раз заказывают прям. Ну, красится как обычно. Я и про это ничего не говорю. А про то, что у меня... Я сначала раз накрасила, второй день с твоей, у меня красный глаз. Я, ну, что-то другое. На ячмень-то сваливаю. И каждый раз накрашу. Я не каждый день крашусь, там, ну, раз в неделю, раз в две недели. Вот. И у меня опять какой-то тук красный глаз. Потом я думаю, наверное, у меня аллергия всё-таки на эту тушь. У меня-то один, хотя я вечером умываюсь, всё нормально. А утром встаёт, вот, какой-нибудь из глаз красный почему-то. Я дочери сказала, она тоже, мы одной тушью пользовались. Она говорит, а у меня глаза чешутся. Я говорю, всё равно, конечно, я крашу, потому что у нас что-то одна тушь только была. Ну, говорит, у меня от неё чешутся глаза. Ну, короче, мы больше ей не будем пользоваться. Купили, попробую, опробую вот две вот эти туши. Ну, всё, сейчас попробую накраситься. Вот сначала консилер. Ну, видите мои, да, эти круги под глазами. Что там, синяки, красные пятна. Сейчас посмотрим, закрасит он или нет. Так. Мне больше нравится консилерами краситься. Ну, или ты на камень, не полное лицо. А именно вот точки, которые вот эти вот все, красноту, которая основа у меня около носа. Потому что если я крашу всё лицо, у меня потом оно всё плывёт, всё же, какое-то блестящее становится. Короче, я так вот снова чаще всего закрашу. Мне кажется, цвет мне был, надо всё-таки потемнее брать. Хотя я взяла такой средний. А может и нормальный. Кисточками я не люблю наносить, не тональный крем. Ну, максимум, что я тональный крем могу нанести, как нас учили, спонжем. Чтобы было естественно наносить, ну, как будто, как бы, ну, не видно тонального крема. Нас учили спонж намочить влажный, чтобы он был. Чтобы он был спонж влажный. И тогда, когда наносим тональный крем, он такой естественный становится. Не видно, что ты-то на ком намазана. Ну вот. Отличается, не отличается? Мне кажется, получше немножко. Всё равно круги видно. Но это это. От этого не избавиться. Ладно. Теперь попробуем тушим. Сейчас я наношу на правый глаз. У меня вот этот правый. Я не знаю, как у вас зеркально там или как. Пять в одном. Так, кисточка здесь. Здесь кисточка здесь такая. Видно. Короче, не пушистая. Ну, видно. Ладно, сейчас попробуем вторую. Тогда я сравню, наверное, если будет разница. Так, здесь кисточка совсем другая. Здесь, вот такая, пушистый. И варские погуще. Так. Ну, что-нибудь разница есть? Так, мне кажется, мне понравилась, вроде бы, подальше. Мне понравилась больше вот эта, мне кажется, кисточка. Тушь? Я не знаю. Тушь, обычный тушь. Чего она разница? Ну, как вот кисточка, мне понравилась вот эта, которая погуще. Вот эта вот. Потому что она разделяет лучше ресницы. Да, она разделяет, ну, лучше красит, прокрашивает и разделяет. А та так не разделяет ресницы. Видно, нет слипшиеся. А тут разделенные, да? Вот. Короче, мне на первый взгляд вот эта уж понравилась больше. Главное, чтобы аллергии от них не было. Вот такие у меня и нет аллергии. И то я накрашу нормально все. А еще то, и когда накрашу, выхожу на улицу, у меня начинают глаза слезиться. Прямо вот слезы и все. Я сначала тоже выходила, думаю, отчего у меня все время глаза слезятся? Не могла понять. А теперь думаю, наверное, все-таки от души. Так, ну все, вроде я накрасилась. Так, и еще про одну вещь хочу вам рассказать. Это я Лере купила мешок для обуви. Диснеевский или какой он там. Так как Лера в школе, я его заранее сняла. Сейчас вам ставлю видео. Так, снимаю отзыв теперь вот на эту сумочку для обуви. Мешок. Это пока Лера в школу его не утащила. Вот у нее уже тут обувь лежит. Так, что первое в глаза нам бросилось? Плюс какой? Это что здесь? Вот одна веревочка только. Вот одна. Так она проходит, одевать которой на спину. Ну, если кто носит на спине. Мы не носим на спине просто. И нам всегда вот эта веревка, которая вторая, вот эта кулиска, нам всегда она мешала. Она прям раздражала аж. Все, они путаются с друг другом. Короче, одна длиннее, одна короче. Короче, это что молочится по земле. Тут вот одна кулиска и вместо второй тут резинка. Тут на резинке вот. Вот это удобно. Ребенок оценил. Так, ну и второе. Ой, ну и минусы. Ну, во-первых, этот рюкзак, рюкзак-мешок маленького размера. Не очень большой. Ну, конечно, не совсем маленький, но и небольшой. Большие сапоги сюда не влезут там, какого-нибудь большого размера. Ну, Лера в свои впихивает. Вот сейчас у нее кроссовки лежат. Вот на полумешка они. Сапоги у нее такие среднего размера, не очень большие, невысокие, средние. Но она впихивает их, впихивает повыше уже. И то они так торчат. Ну, короче, минус в нем то, что он все-таки маловат. Для маленьких ножек, уже не для Леринах, наверное. У нее уже почти 36-й. Вот. Дальше у меня минус еще в чем. Вот тут есть закрывалка такая, липучка. Вот сейчас она прилеплена, но когда его несешь в мешок, сейчас она, кажется, не слабая. Она постоянно отлепляется. Вот постоянно она раз и отлепилась. Вот особенно Лера любит мешком помахать. Вот она тащит вот так вот. Оп, раз, видите. Вот опять так вот ее прилепил. Сейчас покажу еще раз. Вот берешь. Вот. Так чуть-чуть вот махнула, и она все, и она отлепилась. Короче, бесполезная вот эта липучка здесь. Ну, в принципе, она, ну, как бы и так нормально. Ну, не вылетает ничего. Вот такая дырка тут, конечно, получается. Но на экране она повыше будет, так-то она поменьше. Вот. Ну, вот все плюсы и минусы. А дальше думайте сами, гадайте сами. Покупать или не покупать такой мешок. Субтитры сделал DimaTorzok